Мы знаем, что это, когда мы что-то делали, какой-то период времени, present perfect, это действие до настоящего, например, мучили английский, да? How long have you been learning English? Давайте рассмотрим примеры. Дэн и Дженни женаты. Они поженились ровно 20 лет назад. So, today is their 20th wedding anniversary. Значит, сегодня их 20-я годовщина свадьбы. They have been married for 20 years. Они были женаты 20 лет. Мы говорим, we say, they are married. Это устойчивая конструкция. To be married. Быть женатым. To be married. И если мы хотим в прошлом сказать, если кто-то может в чате написать, напишите, пожалуйста, как будет «Я был женат». Галина, у вас видео работает. Это плохо? Нет, хорошо, если вы не стесняетесь. Как нам сказать «Я был женат»? Вот этот глагол «to be» сильный. I was married. I was married, отлично. А в настоящем? I am married. В настоящем, правильно. А будущее? I will be married. Отлично, правильно. И здесь вот это married не меняется, а вот to be меняется. They have been married. И другая форма здесь никакая не подходит. Но. How long have they been married? Это present perfect. И нельзя так сказать. How long are they married? Потому что это настоящее время. А нам нужно именно показать процесс. Само до того момента. Да, да, вот именно вот тут. Till now. До сейчас. До данного момента. They have been married for 20 years. То есть они были женаты 20 лет. И нельзя так сказать. They are married. Только тогда твоя одна готова. Ну, я сейчас получила пока два. Так, идем дальше. Мы используем present perfect, когда говорим о чем-то, что началось в прошлом и до сих пор продолжается. Compare the present and present perfect. Сравните настоящее и present. Настоящее и present perfect. Bill is in hospital. He has been in hospital since Monday. Лиана, пожалуйста. Ага, все, спасибо. Так, Bill в больнице. И он в больнице с понедельника. Since. С понедельника. Но нельзя так сказать, что Bill is in hospital since Monday. Особенно вот since. Мы знаем, что мы используем present perfect since. Следующий пример. Do you know each other well? Хорошо ли вы знаете друг друга? И have you known each other for a long time? Вы знали друг друга или знаете друг друга долгое время? Нельзя так. Do you know? Потому что здесь именно процесс. Do you know – это настоящее. А у нас началось в прошлом и до сих пор продолжается. She is waiting for somebody. Она ждет кого-то. She is waiting for somebody. То есть она сейчас, в данный момент речи, она кого-то ждет. Видите? She is waiting for the present continuous. Но she has been waiting all morning. Она ждала все утро. А сейчас она ждет? Ждет ли она вот прямо сейчас? Может и ждет. А может и не ждет. Правильно? Мы не можем настоящее использовать. Потому что когда было утро? А вдруг уже вечер? А она ждала утро. Вот. She has been waiting. Вот разница. Постарайтесь почувствовать. She is waiting for somebody. Прямо сейчас ждет. Сидит и ждет. She has been waiting. Это вот процесс ожидания до какого-то времени. Вот сейчас, например, вечер, а она все утро прождала. Но сейчас уже, скорее всего, не утро. Do they have a car? А есть ли у них машина? How long have they had their car? Сколько у них была их машина? Следующий слайд. И теперь. I have known, had and lived, the present perfect simple. I have been learning, been waiting, been doing, present perfect continuous. When we ask or say how long, the continuous is more usual. Когда мы спрашиваем, как долго, continuous – это вот продолжение, действие, использовать будет уместнее. I have been learning English for six months. Здесь именно вот процесс. Вы учились, как вот, помните, варили борщ, да? Порезали, сделали зажарку, добавили картошку. It's been raining since lunchtime. Дождь идет, или вот дождит с обеда. Richard has been doing the same job for 20 years. Richard делал эту же работу, как бы ту же самую работу 20 лет. И последнее. How long have you been driving? Сколько лет? Вы водите машину. Since I was 17. 17 лет. Пожалуйста, выключите микрофончики. Кажется, не знаю у кого, эхо какое-то. Спасибо большое. И некоторые глаголы… Some verbs, for example, known, like, believe, are not normally used in the continuous. Некоторые глаголы, например, знать, нравится, верить, обычно не используются в continuous. How long have you known, Jane? Сколько ты знаешь, Jane? И совсем нельзя сказать. Have you been knowing? Это глаголы, которые не используются в continuous. Обратите внимание, в любом continuous. And I've had a pain in my stomach all day. У меня боль в животе. У меня болит живот весь день. И нельзя так сказать. I have been having. Так, нам предлагают посмотреть. You need for A. И 10C. Дальше. You can see either the present perfect continuous or simple with live and work. Вы можете посмотреть или present perfect continuous. Вы можете использовать или present perfect continuous или простое с глаголами live and work. И пример, for example. Julia has been living. Julia жила или has lived в Париже for a long time. Можно и так, и так. It has been living and has lived. And next example. How long have you been working? Сколько вы жили? Или have you worked here? Вы жили? Два варианта можно использовать. Но мы используем простое время. I've lived. I've done with always. Всегда, always. Мы используем простое время. I have lived. I have done. I have always lived in my country. I've always lived. И нельзя так сказать. Always been living. Смотрите, здесь информации много, но она такая основная. Для того, чтобы у вас отработалось, эти предложения можно выписать. И раз в день перед сном или когда просыпаетесь, повторять. Чтобы это отложилось где-то. Когда вы потом будете слышать другой вариант, вы будете слышать, что что-то не то. И вот так будете ориентироваться в правильном и неправильном использовании глагола. They say, I haven't done something since and for. Мы говорим, я не делал что-то с или какой-то период времени. Since – это с какого-то времени, а for – это какое-то время. Present perfect simple. I haven't seen Tom since Monday. Я не видел Тома с понедельника. Monday was the last time I saw him. И понедельник был последний раз, когда я видел его. Sue hasn't phoned for ages. Sue не звонила for ages. Мы можем перевести как вечность. The last time she phoned was ages ago. Последний раз она звонила. Вечность назад. Как очень долгий период времени. И теперь у нас упражнение. Are there underlined verbs right or wrong? Подчеркнутые. Даже здесь видно, да? Under – под, under – это под, line – это линия. Легко даже догадаться, да? Подчеркнутые глаголы верны или нет? Correct them where necessary. Исправьте их, если необходимо. Первое. Bob is a friend of mine. Можно сказать, конечно, Боб – мой друг. Но так Боб. Это тоже вариант существует. Bob is a friend of mine. Боб – мой друг. I know him very well. Я его знаю очень хорошо. Number two. Bob is a friend of mine. Боб – мой друг. I know him for a long time. И для вас здесь должно быть for a long time. Вот то, на что вы обращаете внимание. For a long time. I have known him for a long time. You and Ellen are married since July. На что вы здесь обращаете внимание? Что вам говорит, подсказывает, какое время? Да, Алекс. Since. Абсолютно верно. Since. Мы не можем в настоящее время использовать since, потому что мы знаем, что это present perfect. И как же будет правильный вариант? Кто может, пишите в чате. Sue and Ellen. Что дальше? Были женаты. Have. Потому что множественное число. Been. Married. Since July. У вас так же получилось? А есть, скажите, вот сейчас 7 человек. Есть вам, вот есть из вас кто-то, кому непривычно это слышать? Have been. Есть вот кому-то режет слух? Have been. Вот поэтому я и предлагаю выписать и читать их, чтобы у вас уши привыкали правильно слышать. И потом даже не знаете, почему кажется так, и это будет правильно. The weather is awful. It's raining again. Верно ли это? The weather is awful. Погода ужаснейшая. Отвратительно. Awful. It's raining again. Снова идет дождь. Все ли верно здесь? Алекс написал yes. А как вы думаете? Я тоже думаю yes. Почему? Потому что в данный момент речи, да? Снова идет дождь. Следующее. The weather is awful. Погода ужасная. It's raining all day. All day. Давайте посмотрим, например, какой здесь был. All day. All day. Я сразу не найду. Так что давайте сразу напишем. The weather is awful. Погода ужасная. Дождь шел целый день. It has been raining. It has been raining. Raining all day. Действие началось. Длилось какой-то период времени. До настоящего, правильно? И вообще весь день. Next. I like your horse. Мне нравится твоя лошадь. How long are you... О, боже, извините. Your house. I like your house. Мне нравится твой дом. How long are you living there? Если how long... То это какой-то период времени вы там жили. А это are you living? Это данный момент речи. Или вот что-то вокруг настоящего, да? Around now. Но с how long нельзя использовать настоящее. Вы там жили. Да. Exactly, Alex. Exactly right. How long have you been living there? Сколько вы там жили? Next. I like your house. Это сделали. Gary is working in a shop for the last few months. На какое слово мы обратим внимание, которое нам подсказывает какое-то время? For. For. Потому что is working – это вот настоящее. Present, continuous – настоящее время. А у нас-то, если for, это уже ненастоящее. Секундочку. Обратили внимание и идем дальше. For. Верно. Верно, Алекс. Gary. Gary. Has been working. Или можно has worked. Если вам нужен процесс, тогда has been working. Если вам нужен как факт, has worked. Has worked. Or. Or. It's. I don't know Tim well. Я не знаю Тима хорошо. Это верно? Вы его не знаете хорошо. Правильно? Да, Алекс. I don't know Tim well. Exactly. We have only met a few times. At the present. Perfect. We have only met. Видите? Глагол have и глагол – третья форма. Meet, met, met. Это верно? We have only met a few times. Несколько раз только они встретились. Да, это абсолютно верно. Правильно, Алекс. Отлично. Дальше. I gave up drinking coffee. Gave up. Я бросил. Я оставил, я оставил, я оставил или я бросил кофе. I don't think, I don't drink it for a year. I don't drink – это настоящее, а у нас the for, который используется с present perfect. Я не пил. I haven't. Или been drinking. Процесс. Или I haven't drank coffee for a year. I haven't drank coffee for a year. Анна. Смотрите, это какое время? Это present perfect, правильно? Это глагол have, has и третья форма глагола. Drink, drank, drunk. Анна, вы разобрались? Да. Хорошо, давайте тогда следующую. А, ничего страшного. That's a good old bike. То хороший старый мотоцикл. Или может велосипед. How long do you have it? Если how long – это какой-то период времени. Значит, мы спросим. Do you have it? Это настоящее. А у нас не настоящее. Нам нужно как период времени до сейчас. How long have you – это какой-то период времени. И у нас основной глагол. Какой у нас основной глагол? Правильно, иметь. И вот смотрите, у нас основной вспомогательный – have you. Смотрите, have – это вспомогательный глагол. А теперь нужно основной глагол поставить в третью форму. Если это have – had – had. Правильно, Алекс. С having не можно здесь сделать, поэтому мы ставим просто в present – perfect. Вот, Анна, вы написали how long have you been? Основного глагола нет. Having. Вы, кажется, немножко опоздали. Смотрите, смотрите, у нас мы перечисляли глаголы, которые вот здесь, которые нельзя использовать в… Смотрите, no, had, and lift. Они ставятся в present – perfect – simple. Да, я почась, я опоздала и, мабуть, пропустила. Ничего страшного. То есть, слово have не можно ставить – heaven, а в третьей форме, да, только? С инковым окончанием лучше поставить – present – perfect. Ага. How long have you – и теперь основной глагол в третьей форме – had it. Have, had, had it. Я думала, может, это процесс и тривающий. Сколько он у тебя был? Может, он до сих пор и мы владеет, да. Смотрите, ну, у нас здесь написано I have known – я знал, я имел. I have had it. I have lived, видите? То есть, это present – perfect – simple. Их лучше использовать present – perfect – simple. И давайте следующие вопросы. Джон сказал тебе, что его мама в больнице, а вы спросите его – how long has your mother been in hospital? Уже сложнее, кажется, да. Давайте попробуем. You meet a woman who tells you that she teaches English. Вы встретили женщину, которая говорит вам, что она обучает английскому. Вы спросите ее, как долго вы обучаете английскому. Сразу вспоминайте, я учу английский уже там 10 лет. I have been learning. Вот и здесь. How long have… Если женщину спрашиваем, да. И если мы спросим о ней, а сколько она обучала английскому? Что у нас изменится? Сколько она обучала? How long… Вот этот глагол have будет has. How long has you been teaching English? Алекс, посмотрите, структура та же, только вместо have будет has. Has she been. Отлично, да. Это вы коротко написали. Верно. Да, how long has she been teaching English? Отлично. Идем дальше. You know that Jane is a good friend of Caroline's. Вы знаете, что Jane – хорошая подруга Каролины. And ask Jane. И спросите, Jane. Сколько ты знаешь Каролину? Вот у нас вопрос. How long… Мы знаем, что это какой-то процесс, он длился. Но мы знаем, что no… Давайте вернемся. Поэтому я и рекомендую выписывать. Вот, глагол no. Обычно в Continuity не ставят. Хотя здесь как бы процесс, вы знаете, да, друг друга. Но нет. How long have you known? Caroline. Good. Your friend's brother went to Australia some time ago, and he's still there. Вот этот S притяжательный. Сначала переводим это. Брат твоего или вашего друга уехал в Австралию какое-то время назад и до сих пор там. И вы спросите своего друга. How long? Давайте спросим, сколько он был в Австралии? How long? How long have you known? Have you been to Australia, in Australia? Have you been to Australia, in Australia? Том всегда носит the same, одинаковый, тот же самый, тот же самую куртку. It's a very old jacket. Это очень старая куртка. And you ask him, how long? Мы знаем, что глагол have лучше использовать просто в present perfect. Правильно? В предыдущей страничке. Значит, мы спросим. How long have you... А теперь просто present perfect, третья форма глагола. Have you had this jacket? Нет, that, ту куртку, that jacket. Вспомогательный и основной глагол, они одинаковые. Have и have, только этот стоит в третьей форме глагола. Have, had, had. У них разное значение, у каждого свое время. Смотрите, вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее основной глаголу. А на этом сегодня мы закончим. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы? Нет, это не мои. Спасибо большое, что вы с нами, что приходите. Да, я вам сброшу слайды, чтобы вы, ну, если будет желание, выписали эти предложения. Но для меня так лучше. Кому-то, может, лучше надо прописать, кому-то услышать. Но, кажется, это со всеми работает, если вы раз в день будете читать, чтобы вы привыкли слышать эти глаголы в этой форме. Вот. А на сегодня все. Спасибо и до свидания. Have a good week. Goodbye. Goodbye. Nice to hear you. Thank you. Thank you very much for the lessons. Thank you. Thank you for coming.